В Хасавюрте с началом 2018 года свою профилактическую деятельность развернула межведомственная лекторская группа, созданная при антитеррористической комиссии муниципального образования город Хасавюр. В среднеобразовательной школе номер 8 лекторская группа в лице представителей администрации провели беседу с учащимися 8-10 классов, где были затронуты ряд вопросов о духовно-нравственном воспитании, занятости детей во внеурочное время. У нас в обществе, сегодня в городе, среди населения есть определенные проблемы, трудности, с которыми мы, работая в администрации и в других госучреждениях, сталкиваемся с неприятными ситуациями, которые создают определенные проблемы обществу. На основании этого создана межведомственная группа, мы сегодня ее называем лекторской группой, по вопросам терроризма, экстремизма, воспитания нашей молодежи и культурным наследием. Уважаемые ученики, уважаемые ребята, девочки, большая просьба ко всем выступающим очень внимательно прислушиваться, принимать во внимание все, о чем говорят. В жизни вы часто будете сталкиваться с таким вопросом, когда вам делают замечания и ругают вас. Не критикуйте эти замечания, не реагируйте на них плохо. Прислушивайтесь, принимайте во внимание, используйте в жизни, внимательно прислушивайтесь к тем, кто вам сегодня пытается донести ту или иную информацию. В состав лекторской группы в 2018 году входят представители отдела по физической культуре, молодежи и туризму, управление культурой, сотрудники ПДН и участковые полномоченные полиции. Основными темами, обсуждаемыми на собраниях, остаются злоупотребление спиртных напитков. Наркотических и табакосодержащих средств среди молодого поколения. Тренер по дзюдо Сайпудин Алиасхабов рассказал учащимся о спортивных достижениях ребят, прославивших Хасавюрт на весь мир. Лучше пропадать в спортивных залах, чем увлекаться всякими наркотическими веществами, сказал Алиасхабов. Вы знаете, вот молодежь, вот говорят межнациональные отношения. Вот сейчас я работаю там в центре дзюдо, у нас более 100 детей. Я, наверное, 5-6 человек знаю, какой нации они. И в советское время никто не спрашивал, какой вы нации, какое вы исповедование, потому что мы дагестанцы всегда были дружны, уважали друг друга. Вот старшее поколение знает, до 90-х годов даже в классе никто не знал, какой нации, и вообще не было возможности спрашивать. Потом, в первую очередь, мы мусульмане, братья по вере все, и кто бы ни был, мы все братья, сестры. Видите, выдающийся спортсмен Али-Али, пятикратный чемпион мира, тогда кроме него такого знаменитого в Советском Союзе не было. И в данное время возьмите, вот в школе даже, где я вас воспитывал, у нас двукратный чемпион Олимпийских игр Мавлет Батыров, чемпион Олимпийских игр Мурату Махану, трехкратный чемпион мира Билал Махо, двукратный чемпион мира Махач Муртазальев. Всегда мы должны брать пример с этих людей, с хороших людей. Нельзя опираться на тех, вы же хотите учиться, вы же хотите добиться, потому что каждый человек должен быть сильнее устремленным. Тема терроризма не перестает быть актуальной в последние два десятка лет. Последствия этого явления – сотни загубленных жизней и пострадавших. Часто молодые ребята становятся марионетками в руках опытных вербовщиков, отметили выступающие сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, молодых ребят предостерегли от действий, которые могут повлечь за собой административную или же уголовную ответственность.